Литературные чтения. Какая хорошая традиция. Игорь, у тебя бывают тут литературные чтения? Да? Тогда вот следующий. Игорь, у тебя встал. Второго сентября что-нибудь здесь будет? Порочный муз. Порочный, парочный. Здесь второго сентября будет вечер. Порочный, парочный муз. Почему я спросил по второго? Потому что я хотел, чтобы не кто-то из зала спросил, а начинаю спросить про второе. Потому что второго сентября у меня везде глухаря концерт. Дима устал? Нет? Мы ждем. Или продолжаем? Дима, мы тебя видим, Григорьев, видим только те, кто выступает. Так что ты можешь расслабиться, выступают. Потому что экран убрали. Экран убрали, и ты можешь сделать так, что хочешь. Нет, 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 да. Прости, Сережа, встуну. Сережа, подойди, пожалуйста, ко мне. Сережа, к Карапунук, подойди, пожалуйста. Он подошел. Он подошел. Начинаем. Начинаем. Знакомиться с фрагментами из книги Дмитрия Алилова-кошка с одним хвостом. Вот небольшой фрагмент из, может быть, не самой веселой, а более того, самой, может быть, ключевой главы, которая во многом определила дальнейшую судьбу. Как я стал специалистом глава. А случилось это в Закарпатье, куда я только-только отслужившие полгода был сослан за пьянку, что любопытно, неуставные взаимоотношения. Смешно, но это так. Если мы одного... Дим, ты здесь? У вас, как говорили, призыва или призыва? Там с той стороны нет, мы не знаем. Какого-то? Просто у нас, по-моему, призыва говорили. Просто у тебя на таренье не стоит, мне интересно какое. Смешно, но это так. Если мы одного призыва, скажем, сели попить водочки, ну, кстати, водочку одинаково говорили. Сели попить водочки и попить песен, это пьянка. А вот если водку пьют лица разного срока службы, то это уже неуставные взаимоотношения. И без разницы, кто кому наливает. Вот когда я впервые познакомился с этим фактом, мне заодно пришлось познакомиться и с нашим особистом. Он разительно отличался от остальных офицеров бригады. Ну, во-первых, он с особым шиком носил летную форму. А во-вторых, комбриг, здоровый с ним, первым отдавал честь и протягивал руки. После нашей недолгой беседы я на всю жизнь научился в приставке, по-моему, в приставке. И впоследствии, играя чекиста в спектакле, я мысленно сверял выстраиванный образ этим человеком. Приводить нашу беседу я не стану, ибо слов не помню. Помню только ощущения. Он, как цыганка, раскинув покой, глядя в мои чистые глаза и личное дело, поведал мне все-все-все. И про дорогу дальнюю, и про дом казенный, и про прочие перспективы моего бытия. Как добрый паста удивлялся и сетвал. Ну, что же это я? Молодой боец, которого деда угнетали высокой водкой и песнопениями, не встану на путь истинно, не очищу душу, не исправить ее и покаянию. Ну, естественно, тут же обещал малую лепетевью и райские кучи перспективы. Если покаюсь и адовой муки, и гиену огненную, в противном случае. Ад, с точки зрения его космогонической теории, находился где-то в Закарпатье. В отличие от рая, который распадался где-то здесь, во Львове. Ну, рай не рай, но земля обетованная. Он даже позволил себе как бы между нами, ну, эти малые сомнения. Мол, ну, может, это не рай, конечно, но земля обетованная. Получается, я избран. Нет, подруга, все. Я вот тебе сейчас пацанов вложу, ты меня отмажешь. А потом по любому поводу иметь будешь. Шалишь, начальничек, не такой я человек. Не тому меня 10 лет в школе учили. Вот, допустим, вот я сейчас всех сдам, господин Штурбанфурор. А это вам зачем? Вы же так подполье накрыли и все знаете. Я уже понял, среди нас завелся стукач. А может, и провокатор. Так, господин Ротнистер, я должен написать и подписаться. Может быть, еще и кровью. Вот, в общем, такой сумбур пронесся в моей голове. А вслух я сказал, ну что вы, товарищи мои. Ну что вы. Все спали. Честно, честно. Честно я пи. И был неизбергнут в ад. Гремел я недолго. Ночью поездом или что-то около того. Так вот и началась моя служба в Батьеве. В отдельной вардейской роте эксплуатации. Пять палаток. Грибок дневального. В вагончике офицеров. Под грибком никого. В палатках печки. Накурина. Огоньки сигарет. Ну. Ты что, новый слизист? Ну да. В темноте с дальней нижней койки поднимается фигура и движется ко мне. На ходу выбрасываю в печку окурок. Поправляю ремень и надеваю пилотку. Идем. Меня ведут по городку. Между палаткой лагончиков. Пучи пальцем в развешанном провода. Это не война. Это пустой. И это пустой. Это главный инженер. Пустой. Столовая. Это кротному. Это... И спустя 10 минут такой экскурсии вдруг неожиданно. Запомнил? Нет. Честно признал себя. Да мне пухай. Мне завтра на деньги. Сказал он. И я стал специалистом по полевым капельным виниям связи. Сережа Кротунов. Добрый вечер. Я такой человек практически случайный. Споем одну и самую любезную. Спасибо. Не поднимаясь обратно. Не опуская щита. Смелостью так не присталась. Но безрассудство щита. Стоит ли вольному жить в страхе? В память о рабском печи. Но одна рука в приветственном взмахе. Другая рука на мече. Одна рука в приветственном взмахе. Другая рука на мече. Наследник погодной палатки. Сгибаясь, шмык, смыкается кровь. Под бременем каменной кладки. Под тяжестью буйных перов. В речах сердцеедок под складками юб. Дрожит сладострасть и обез. Но в одной руке за здравие кубок. Другая сжимает мне ферс. В одной руке за здравие кубок. Другая сжимает мне ферс. Да, чтоб и сон любил. Да, я в ночи как зола. Было же милое было. Счастье без примеси зла. Но огонь, вода, медные трубы. Да как мы смогли устоять? И счастьем наполнить любимые губы. Сжимая меча, рукоять. И счастьем наполнить любимые губы. Сжимая меча, рукоять. Кабы не волчья старинка. Кабы не сдавный дух. Может, страницы листая. Я отыщу этих двух. Настерлись доспехи. Изношенный платье. Век не живут при свече. Одна рука. Рука пожать. Другая рука на мече. Одна рука. Рука пожать. Другая рука на мече. Я прочитала вам отрывок из рассказа «Личный рекорд». За связь без брака! Восклицали мы. На самом деле и мы, и они просто коротали ночь на дежурстве. Есть такое время, примерно из двух до четырех утра, когда работы нет, а спать нельзя. Ну вот мы и налаживали связи. В общем-то, дело, конечно, не шло дальше милого треха и невинного фликта в консеренции связи, но... Ой, Димечка, ты представляешь, Лирика сейчас ноги на коммутатор закинула. Да устали они у меня. Ой, да устали, конечно. Сидит, сама любуется. Но мне есть чем. Дима, ты себе не представляешь, какие у нее... Вот какие ты себе представляешь, скажи. Слегка кривоватые и волосатые. Ты что... Что ты такое говоришь? Ну, извини, я полтора года других ног не видел. И так до утра, пока не попрет работа. Порой они даже здорово по-настоящему меня вручали. Иногда даже могли вмешаться в разговор и пересоединить меня на нужного абонента. Но это только иногда. Этим нельзя было злоупотреблять. В конце концов, это было исключительно по любви. Ну, и никто никому ничего, естественно, не был должен. По ночам, как правило, в Лирькину смену я тоже ухитрялся звонить домой. Надеюсь, родные меня за это простят. В общем, с Лирькой у меня в какой-то момент установились очень теплые отношения. Не знаю, наверное, наши смены части совпадали. Помню, как она поймала меня на том, как я потихоньку стал пытаться осваивать Ригнумову. Дима, даже не пышься, сказала она мне. У тебя не получится. Ну, почему? Ну, ты никогда нормально не будешь говорить по-украински. Ну, почему? Да потому что ты мааасквич. Весело сказала она и рассмеялась. Однако уже потом, когда я пришел домой, прошли месяцы, я уже перестала орать в трубку. Чаша один, слушаю вас! И стал говорить человеческое. Алло? В доме раздался телефонный звонок. Алло, слушаю вас. Нежный девичий голос на том конце провода произнес. Добрый день, будьте добры, позовите, пожалуйста, Диму. И я, в конец заинтригованный, весь расплывшийся в предвкушении. Да, я слушаю вас. Повисла мне долгая пауза. Ох, я как обмаскалился. Выступает Татьяна Пучкова. Очки лови. Что? И читаю я без очков, если заметите. Да я слушаю все лучше. Ну, зрение мое не стоит даже места. Звучит музыка. 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 раз так и если вы меня слышите рады представиться себе башни всегда был тайным погодником ну и соответственно как уже было объявлено по ассоциации Аркадий Дубинчик когда в пустыне юности венской барахтался в коротких штанах я встретился в приснившейся сказке печальный поросенок нах-нах он был наивен как лох он был красивым как бог умел считать до трех без помощи рук но чем и вправду без сомнения похвастаться мог так это умение метко писать на звук страна прошла сквозь годы лишений но гордо превставал стремена лишенный груза тяжких решений неутомимый поросенок нах-нах вы как в этой схватке и швах не огрубела душа не изъясним его магический трюк ведь если только выдавался хоть малюсенький шанс он неизменно метко писал на звук и если вас на подвиг куда-то зовет ли тавра в гулкая медь советую одно ребята попробуйте поменьше шуметь иначе грозен как рок он преподаст вам урок краса и гордость при любых временах наш ворошиловский брюссельский легендарный стрелок неумолимый поросенок нах-нах как-то на втором году мне из дома прислали одеколом в полет с надписью НЗ дорогой зараза 460 наверное хороший собралась дегустационная комиссия во главе с родным писарем и киномехаником можно сказать культурный элит предложили мне недорогую альтернативу для послепритья долго топтались вокруг да около подыскивая слова и аргументы уговорили махнулся да мне признаться и самому было интересно посмотреть как они в себя этот того сам то я не не но если только чуток самая малость попробовать за компанией а на то как другие гробятся что же не посмотреть святое дело а бросали фунфирик в кружку плеснули воды пошла реакция раствор сначала позвенел потом неожиданно приобрел мутно-молочный оттенок сели петь в круговую парфюм ядрёвали уши кряхтели и морщились но марку держали а я смотрел на них и думал вот что они себе видели что одеколон как коньяк чем дороже тем лучше озорство чистой воды озорство и зачем было пить эту дрянь да еще и тратить свои кровные когда вокруг столько винища и процветает натуральный обмен пея родина платит пара сапог ведро бушлаг лагуна вина коптер спишет правда чайник трояк а фляжка руд ну да это уже была мелкая тара и для нее сложно придумать достойный эквивалент но зато ей находили достойное применение был такой некий гусарский шип пить при офицерах я вот так как то из такой фляжки аж при на штабе бригады венцоваться делал все боялся а ну как его припрет на демократию мол дай-ка и мне из твоей фляжки солдате и ринансы дима здравствуй так давно с тобой не виделись тогда ну и честно говоря если не твоя книга может быть в 32 августа я бы наверное и не заглянула исторически совпадает что после 32 августа идет первого сентября общей человечный день для меня по крайней мере вот дима вот ну твоя книжка это супер ты молодец вообще вот ну настолько здорово настолько здорово слушаю наслаждаюсь взяла для саши кричина взяла для андрюхи взяла в общем для всех наших дима я того горжусь ура ну здесь кстати в зале женя коблик петь не будет но тоже пришел мы же ведь вчетвером собственно говоря все это 32 августа и начинали так наверное получилось что те годы которые служил дима это были годы до а а сейчас уже годы сильно после а между ними был какой-то вот перекресток безвременья я в это время очень интересных детей учила они приходили в школу без портфеля вот и рафсенникова знает он тоже таких очень гордо бросали барсетку на первую порту им казалось что не все можно славу эти времена прошли а вот песня осталась нас выбирают времена щедрю у вечности карма и нет решетчик слишком рано и опоздавших тоже нет но что-то выкинуло нас на перекресток двумя в двух столетий своей стран чужие дети закат бесславен пышных царств все это было и не раз не с нами но на этом свете зачем нас выбрал этот век скажи солдатик оловянный ты вновь безликий безымянный примнешь щекой весенний снег и снова стык пальцев бег по чьим-то песням хриплым рваны но я на чуждый век эстрады не поменяю песен тех нас выбирают времена как-то так и наверное еще одна песня наверное о том же есть у Димы замечательные стихи можно в землю упасть и очистнуться травой можно просто уйти истекая следами я одну строчку Дима ты наверно помнишь у тебя спела не оглядной распластанной Сноем степи, ни люди, ни время Не тронут мой сонный покой. Лишь поршун безмолвно в ладонях У ветра парит и тень его крыльев. Я чувствую бывшей щекой мой друг, Что, споткнувшись, упал где-то рядом со мной На розовый холст, до заката, дошедшего дня. Упал человеком, очнулся степною травой, Теперь не услышит и вряд ли узнает меня. Где призрачный рай, что искала с оружием рука, Надежда на воинский пир в запредельной стране, То место и губа добычи лихого клинка. Еще с колыбели отцами обещанной мне Святок поцелуя девичьего робкого рта И вкус молока копылицы на жарких губах. Но драй, а на том берегу пустота на века Не видим просвет, обратившись безвременно в прах. Вылевкими пальцами трав облетают копыта гадеем, И никнут блинки сухие под звонким железом подков. У дамы завода не стикса, лишь царство теней, И нет ни певиц, сладкоделых, ни пышных столов. Щенок на глазы, сжимающий детскую сталь, Как ключ от любых земных и небесных ворот, Он тоже сегодня узнает, как выглядел рай, Когда рядом с нами на землю мечком упадет. Еще не угас над холмами твой клич боевой, А лодка Харона качнулась на гриве волны. Везение и слава, и смерть нерожденных тобой Вспекаются алла, вокруг жала, случайные стрелы. И холм в неоглядной, распластанной сноем степи, Ни люди, ни время не тронут мой сонный покой, Иж кожу безмолвно в ладонях у ветра парит. И тень его крыльев я чувствую бывшей щекой. И тень его крыльев я чувствую бывшей щекой. Зима, я хочу тебе сказать, ты становишься классикой. Ты включен в школьную программу. По крайней мере, Майя. Поскольку наша ведущая нас почему-то покинула, Ведущая? Мне... Дим, с тобой хотели поздороваться еще два человека, которые принимают пассивное участие в сегодняшней пречке. Да, а вот, наверное, сейчас, я надеюсь, Таня с ним придет. Начнем с первого номера нашей программы. Ты нас... Я здесь Димка нас слышу, если что. Димка, ты слышишь нас? Дим, привет. А можно пассив в актив? А это не ко мне. Спасибо тебе большое за то, что я имею возможность сегодня прийти сюда. Я немножко охрип, поскольку позавчера я был в Ташкенте на рынке. Вы знаете, что там такие... Я их все перекрубил. Два дня пластом ездили сюда, добрался сегодня. Поэтому по голосу ты мне немножко, может быть, не узнаешь, Сергей Валиченко. Я здесь сейчас и передаю тебе привет от Матоноса, который совсем не в Москве. Но в СМС-ке передавал тебе самую большую свою любовь. Ты знаешь, я сейчас листал стихи, вспоминал твои стихи. Вспоминал, как выяснилось, 2003-2005 год, когда ты оказал нам честь выступать вместе. Я понял, что ты был тогда моим старшим братом, который берег меня от всех неурядиц бардовской жизни. И в конце концов, и благодаря тебе тоже, я смог таки бросить пить и вырваться из объятий бардов. К сожалению, как только я бросил пить, я бросил играть, петь бардовскую песню так, чтобы активно переведешь меня сейчас совсем. Я часто вспоминаю, на самом деле, что мы пели. Не всегда, а с весельем. Я еще раз хочу попросить у тебя прощения за то, что в запале творческого, на концерте в Перекрестке, я прыгнул тебе на руки, но ты тогда уже не мог меня держать. Я вырос слишком тяжелый, простительный. Я рассказывал уже и буду рассказывать своему сыну о том, что у меня есть друг-герой. Я надеюсь, когда-нибудь я доверю тебя. С сыном, с супругой, мы у вас поздно. Спасибо большое. Спасибо. Дима, привет. Здесь Женя Коблик. Твои песни со мной всегда. В поездках, в экспедициях, в разных дальних странах. И я тебе скажу одну вещь. Например, лучше всего помарим какого-нибудь Дальнего Востока, когда уже совсем нету сил. Когда уже вот-вот упадешь лицом в багульник и чувствуешь, что не дойдешь, лучше всего помогают твои солдатские марши. Братики-солдатики, ватные бушлатики. И ты поднимаешься из этого багульника и идешь дальше своей таежной тропой. И в голове крутится эта песня. И это, и многие другие. Вот именно солдатские марши это замечательное средство от усталости самых тяжелых экспедиций. А вот, куда уходит дочь у Кобалира, я ее пел в Аргентине, я ее пел в Перу, я ее пел на Кубе. И все понимали. Гаучу мне показывали вот так вот. То есть, вот это из того цикла, когда песня сближает совершенно людей с разными языками, и они все понимают абсолютно. Так что вот спасибо тебе за это. Эти песни всегда со мной. И будем нести их дальше по всему земному шару. Дима, так держать. Спасибо тебе. Это было круто, Коблик. Жалко, что не спел. Коблик. Надо как-то, мне кажется, знаешь, кто-то сегодня, Динка Ратвайн в интернете обмолвила, что вот, хорошая традиция, заради. 32-ое. Вообще-то я 10 лет делала фестиваль для своей 32-го. Это ваша проблема, что вы туда не приезжаете. Это моя проблема, что мартышка, к старости, слабо глазами стала, и больше фестиваля делать не будет. Но, может быть, опять же, мы что-то придумаем холуарно. Но мы продолжаем наш разговор и готовится, товарищ, за пультом, пока я читаю миниатюру из главы Мишка. В бригаде был свой крохотный человек 10-12 духовой оркестрик. Начали собирать еще при мне параллельно с реставрацией БТР. По высочайшему повелению прошел конкурс на вакантные должности оркестрантов. Новый контингент у нас был таков, что проще было найти человек полтораста, играющих на зурне или корнае, чем хотя бы одного играющего на гопу. Да, кстати, такового, по-моему, так и не нашли. Да даже я преодолел бы эти конкурсные испытания, если бы хоть чуточку лучше играл на блокфлейте, а не просто знал, с какой стороны в нее дух. На ударных в оркестре сначала играл Володь Кудовиченко, профессиональный актер, говоривший исключительно с хорошей подачей, и на премарном тоне, Володька заведовал клубом, он схитительно рассказывал пошлейшие актерские анекдоты, которых я цитировать здесь не стану. На репетициях оркестра он вешал на себя большой турецкий барабан, прикрепленный сверху тарелкой, брал в руки вторую тарелку, барабанное палец и ответственно выполнял поставленную задачу бун-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Бун-ч-ч-ч. В ритм он, конечно, попадал, тут он был молодец. Да вот как-то без искорки, без души. Но поняли мы это правда только тогда, когда за дело взялся Мишка Чечуткин. Володьке пришлось сразу потесниться взять в руки треугольник. Все посоверился в сравнении. Мишкина музыкальная школа и джазовое музыкальное училище давали на себе знать в каждом бум и в каждом ч-ч-ч. Игорь Пелый. Словах не выучил? Такое не выучишь. Да, внешнее это дело было. В 95-м году, когда Дима занимался тем, что увлекался каминостроением и печьостроением. Это был какой-то очень важный шаг и этап его жизни, потому что о том, как он клал печку, знали все. Знали все его друзья, знали все зрители на его концертах и даже совершенно случайно малознакомые люди. В какой-то момент я не выдержал вот этого как бы печной темы, которая просто вот захватила все. И решил написать как бы некую песню про эту печную тему и про Дима Авилов. Называется «Дом, который построил Авилов». Вот дом, который построил Авилов, построил Авилов из камней и дров на собственном поте, на мокром болоте, на вечной верзлоте полярных снегов. И все это, все это дом, который построил Авилов из камней и дров. Эй, иной веселей, песенку множество слов. Вот печка, она занимает полдома от мутных окошек до крепких дверей, в доме который, в доме который построил Авилов из камней и дров. И все это, все это дом, который построил Авилов из камней и дров. Эй, иной веселей, песенку множество слов. Наук, эм, вот... Вот книжка Авилову очень знакома, науку, личную познавши богей. Он клал одну печку на целых полдома от мутных окошек до крепких дверей. И все это, все это дом, который построил Ломила кусками и дров Эй, повеселей Чеснему нашу слов А этот чувак за свободную волю И не одобряющую книжку читать Кто что-то ковилов по упорному солью При тем, как печенку свою зачинать А вынуждена вся различная наука И про всякую глину и нужный состав И что штукатурка отличная штука Когда ее пользоваться, размешав А то, что она занимает полдона Наверное, греть будет только сильней Кроме которой, в доме которой Построила вилла ты в дров и камней И все это, все это дом Которая построила вилла ты в камней Эй, повеселей Песню умножить и слов А эта дурацкая печка кривая Упрямца того, что не любит читать Ту книжку, в которой Абилов стирает Свой пот, тот того, если нечем стирать А в книжке-то вся различная наука Про всякую глину и нужный состав И что штукатурка отличная штука Когда ее пользоваться, размешав А это еда ядовитая в печке Той самой дурацкой и очень кривой Которой хозяин нажрется беспечно И в печку начнет биться он головой И в комнатам книжку, которую страстно обидов Сжимал, словно деву в ночи И через деревню вопрется несчастный Меняя на мудрости литричь из плечей Учение света — это лучшая крева Для всех таких темных неграмотных Открыл на правое дело Он поднял соседа на трон И на подвиг его вдохновил Абилов как раз тогда бегал по дому С известной скоростью братьев-люмьер От стекла оконных дверного проема И книжка отберел ныхть до звер От книжки уже ничего не осталось Но мудрости в ней поднабравшись и сил Абилов отринул земную усталость И добрым партейном соседа лечил И все это, все это было на верху За правду Савиловских слов В поле, который, в поле, который построил Владиловку с камней и дров Хватит вам петь письму по мудрости слов Анонс о ваших будущих концертов Сообщите, пожалуйста Я моих же 5 сентября, заходите сюда Будут выступать теперь белый И звукоупадочная артель Вот, я на самом деле Когда вот эту телегу готовила Я так надеялась, что ты поймешь этот намек И выступишь с артелью 5 сентября Вы слышите бум-ш-ш С оркестром Это просто повод прийти два раза Конечно А мой сольный концерт будет 26 октября В ЦАПе Все равно не запомните Следите Как мы проехали Кстати Как мы проехали большие ворота Я даже не заметила На нас Никто и не обратил внимания Да и что обращать Чужие тут не ездят Настроение было веселое О чем-то припались Перешучивались Шли дизелем вперед Халиков сидел за машинистом справа Карава помощником слева А я, как всегда, перед дизелем На табуретке посередине Иногда я вставал И подходил к кому-нибудь, чтобы посмотреть в окно Но в окне была ночь По сторонам еще можно было разглядеть Какие-нибудь дальние огоньки А впереди только Бегающие в лучах прожекторов Блики на рельсах Я сел обратно на табуретку Вот так же Как сейчас эти клики Однажды в коридоре На въезде в зону От нашего двухсекционного ТЭЗ Убегал лось Правда, без меня это было Он от Халикова убегал Убегал, убегал Потом устал, видно Или ему стало стыдно Понял, что ему не уйти И решил подороже продать Свою лосиную жизнь Развернулся, опустил рога И кинулся на автосцепку Надо ли говорить, что вышло недорого Мне вдруг представилось Как дух того лося Выбрав ночь потемнее Как это Подстережет басмача Едущим на чмухе Как сейчас Чтоб попутаться Выйдет на пути И бросится навстречу Лоб в лоб И шибутся они Не, лось все равно проиграет И масса не та Да и тепловоз железный Э, не, вдруг озарила меня А лось-то уже метафизический Это же теперь дух лося Дух гордого, дикого, животного Жаждущего мщения И лось должен быть отомщен И лось будет отомщен Я представила Как этот реальный Потусторонний лось Карающий лось мщения Облаченные в сверкающие доспехи Сияющими титановыми рогами Изрыгающий дым и пламя Нет! Внезапно воскликнул басмач Вытрящив глаза Дернул тормозной кран И резко обхватил двумя руками Спинку сидения И обернулся на возглас Пытаясь понять, в чем дело И в этот момент почувствовал Страшный удар Наталья Толиверден Здравствуйте все! Здравствуй, Дима дорогой! Ну какую же песню можно спеть После истории про Восе? Конечно же песню про Выйдут Это Завония А я тут вспоминала Дима, как ты приезжал Тоже с ребятами Другими из 32 августа К нам в Казань В тот город, в котором я родилась И в котором я тогда жила Еще на тот момент Вот И Все в Казань очень хвалили Помнится И Белой с Карповым Вот все даже Восхищались нашими Ячпачмаками И треугольниками И даже придумали Что Дескать Символ 32 августа Это не что иное Как Ячпачмак вписанный в перемяч То есть треугольник в круг А ты, Тима, хвалил почему-то Вот точно помню Что трамваи наши Казанские очень хвалил И помню я очень ясно Картину Как шли мы как-то И Таня тоже Пучко С нами тогда была А вот Таня, может быть Ты тоже помнишь Шли мы к трамвайной остановке И рассуждали Почему-то на тему Вот этой песни Про Выдру Которую я сейчас спою Выдра мудра И верит в воде Она и мудра Водной веры С нее и спросится Водную меру Заповедь Западе По кровоте А Выдра мудра И верит в воде А сосны верят В воздуху неба А птицы верят Крыльям полета А люди верят Крови и пота Земле окаянной Трудного хлеба А Выдра мудра И верят в воде Так и живут они Сильной верой Верной силой Полной меры И примеряют Чужие примеры Как им диктун Сильный мир А Выдра мудра И верят в воде И еще одна песенка «Заклятие весны» Мерта на земле Согрет, согрет В осенней залет Сок лет, сок лет Я брошусь в бегах В туге снега И выжмут луга Мой след, мой след Я брошусь в бегах В туге снега И выжмут луга Мой след, мой след Хитвей волоса Вольны, 일이 Влевет полоса Весной волны Струится в глаза Сквозь кроны лоза Болота браза Вольны, бели Струится в глаза Сквозь кроны лоза Болота браза Вольны, бели Как прячется сирий Заметь, заметь За крылья гусы Заметь, заметь За мхами бород Заплывших в болот Ныряющий в брод, как в сеть, как в сеть За мханебород заплывших болот Ныряющий в брод, как в сеть, как в сеть Скользнула жива сама-сама Блисты кружева с ума-сума И канула ручей, растаял ничей Сойдет лучей с ума-сума И канула ручей, растаял ничей Сойдет лучей с ума-сума Разводит купель, как клеть, как клеть Стекает копель, как плеть, как плеть Велик простота, звеня пустота Весны простота, не тлеть, не тлеть Велик простота, звеня пустота Весны простота, не тлеть, не тлеть Взмахнет колея каймой, каймой Вбриду, коли я домой, домой Сбегу сквозь леса на круг колеса Вернут голоса, он мой, он мой Сбегу сквозь леса на круг колеса Вернут голоса, он мой, он мой Домой Домой Неужели все? К первому мая, неужели домой? Знаете, бывает такое счастье Когда ты даже не представляешь, как к нему относиться Такое, которому надо бы так возрадоваться Так отдаться, что ты уже и не понимаешь, как Так вот только сидишь ошарашенный И ни одной мысли в голове Потому что ты просто не знаешь, что думать К тому же в наших звездных войсках Весенники на дембель уходили в июне А если что, то могли еще и задержать Собственно, Чернобыль был классическим «если что» Поэтому мы ко всему были готовы, но только не к дембелю А тут такая оказия По пути во Львов к нам присоединился дембель-железнодорожник из батальона У него была пересадка в Москве Во Львове же на вокзале мы зацепились языками еще с одним дембелем-чернобыльцем Правда, парнишка был не железнодорожником, а сапером, ну какая разница Ему же тоже надо было в Москву В зале ожидания народу было не протолкнуться И билетов в кассе, как водится, не было Я не знаю, что бы мы делали, если бы инициативу и наши документы не взял в свои руки Макс «Мы чернобыльцы, мы ликвидаторы!» Громогласно заявил он, размахивая над головой пачкой военных билетов Странно, что никто из нас, стоя в очереди, почему-то об этом не подумал «Нам на дембель!» — провозгласил он его чудо Толпа расступилась, и в стене показалось окно кассы «Ну, Макс, ну, голова, одно слово — писать» «Нам на дембель!» — «Мы чернобыльцы, ликвидаторы!» — повторил он свое заклинание, просовывая наши документы в окошко «Нам бы четыре до Москвы!» Сначала возникла недолгая пауза, а потом натруженный женский голос холодно произнес «Билетов нет, но...» — и вдруг смягчился его тон «Через два часа проходящий далеко не уходить, я вас позову» «Два часа» Мы призадумались, можно было, конечно, все это время проторчать в зале ожидания Но, по-хорошему, надо было что-нибудь прикупить себе в дорогу «Ну что?» — с вызовом спросил кто-то из нас Все вышли из оцепенения, оглядели друг друга и, посовещавшись, оставили сапера сторожить вещи, а сами пошли искать магазин Нужный магазин, разумеется, оказался прямо напротив комендатуры Не то, чтобы во Львове не было других магазинов Львов — прекрасный город, и магазинов в нем хоть и добавляй Но не всякий магазин нам подходил Мы ж были дембелями Мы ж ехали домой, ехали прямо с Чернобыля Смекаете? Да даже по медицинским соображениям мы не могли ограничиться куском хлеба и треской в кляре Но раз в этом магазине таки был алкоголь Стало быть, у него была и очередь Я высленно прикинул, успеем, не успеем, дисциплинированно пристроился было хвост, но тут, опять размахивая пачкой военных билетов, на середину торгового зала вышел Макс «Мужики!» — воздев руки, вдохновенно возвал он «Нам до поезда полтора часа, мужики!» «А мы на день без Чернобыля едем, сами понимаете, мужики!» «Ну вы ж понимаете, мужики!» Еще раз напоследок воскликнул он, потрясая над головой нашими документами, драматично заламывая руки и хватая себя за горло И мужики все сразу поняли Даже я был ошарашен силой его драматического таланта Нам опять уступили очередь, нам стали совать деньги и даже предлагали потом подбросить до вокзала Примерно так же я себя ощущал, когда полтора года тому назад в составе химотделения ехал в кузове бортовой машины на химсборы в Чернигове Наш зелок остановился зачем-то в рощице на проселке, и вот тут же буквально облепили невесть, откуда появившиеся добрые женщины Некоторые из них по возрасту годились нам в матери, некоторые были и того старше Они совали нам яблоки, какую-то выпечку Наш сопровождающий поначалу попытался было их урезонить Да то шо ж тебе жалко, что ли, возмущались они Это ж солдатики, ребятки, сыночки, защитники наши И наш старшой смирился, отошел в сторонку, отвернулся, закурил А я сидел молча в кузове, грыз яблок и думал Но вот откуда, откуда в них столько уверенности, что я непременно их защитник Может и на этот раз в винном отделе у нас было больше причин ощущать себя защитниками Но у меня все равно было как-то не по себе Милые люди, думал я, если бы вы только знали, как мы вас там защищали Счастники только знают Сеич АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот что я хочу сказать, я конечно эти песни с детства знаю, что я сейчас буду петь Но я все-таки подстрахуюсь, потому что, хоть я их и знаю с детства, пою крайне редко Мы тебе поможем Слушай, ты правда хитрая, очень система, я даже не понимаю Как это сделать, чтобы не упало? Все уже убери, наверное Что, убирай Как убирай? Я сейчас буду, собственно, иллюстрировать всю эту ситуацию Не своими песнями, и не песнями Дмитрия Филова Игорь, пожалуйста, убери обработку с гитарой вообще Вот опять же, говорит, царство холла какое-то сегодня Просто сухая гитаря Думал, как спеть эти две Одна армейская песня, вторая тюремная Думал, как по армейски, по-тюремному, как-то еще В итоге решил не заморачиваться, спеть так, как это пою я В итоге, говорит, все равно не по тюремному, не по армейски Я подумал, что просто если начну по тюремному петь То это на шконке, наверное, хорошо А здесь вы все оснете, да и я, пожалуй, тоже Уезжают родные края Дембеля, дембеля, дембеля И куда ни взгляни в эти майские дни Всюду пьяные ходят они И куда ни взгляни в эти майские дни Всюду пьяные ходят они До свиданья, родной КПП Не сидеть больше нам на руке До свиданья, кусок службы Кончился срок До вокзала Один марш-бросок До свиданья, кусок службы Прекончился срок До вокзала Один марш-бросок Поезд мчится Быстрей, верю, не быстрей Он увозит домой Дембелей В ресторане сидят Все пропьют До рубля Дембеля, дембеля, дембеля В ресторане сидят Все пропьют До рубля Дембеля, дембеля, дембеля На вокзале Девчонки в слезах Тихо шепчут Останься, солдат Нет, ответил солдат Пусть на ваших плечах Будут руки Лежать Салажат Нет, ответил солдат Пусть на ваших плечах Будут руки Лежать Салажат Остановка Наш город родной Он встречает Своей красотой Здесь два года назад Провожала нас мать Желторотых Еще Салажат Салажат Дверь здесь два года назад Провожала нас мать Желторотых Еще Салажат Открываю Знакомую дверь Человек я гражданский И теперь Буду пить и гулять Буду женщину ласкать И о службе своей вспоминать Буду пить и гулять Буду женщину ласкать И о службе своей вспоминать А теперь тюремная песня Кто эту книжку не читал, там несколько раз она фигурирует как тюремная песня, в кавычках, конечно. Сладострадная тропа, золотая в речи муах, течена, Вогрым пылилась под скалою, под скалою, Про тебя же брюм на духа, Вечная пчела Придж, моло, Брюрч, моло, Брюрч Улыб, Ребрич, моло, Чво её брюч. Брат тебя ж Ïжут на духа, Вечная пчела, Брюч, мола, Брюрч, моло, Брюрч, мулы, Брюч, моло, Брюч, моло. Был я мальчиком и в те годы Неразу, Раззеленый чимканца, ушел мамин размяз, Когласил при шмолку, ветвору тарантас, Тарантас назывался аргою. И в душа рисовала картины в тоске, Буктоеду в арбе на своем ушеке. А чимканские горы царят вдалеке, И безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, И я понял, не помню, какого числа, Что сгорят мои годы, и вовсе дотла под пустыни. Как дым разговоры, и тогда я решил распроститься С мавскою вдвоем, со своей еще ли вдовой, В том краю провести свой досуг трудовой, Где сверкают чимканские горы. Сладострастная драпа, золотая бричмула, Где чинара перекулилась под скалою, Под скалою брать тебя жужжит над ухом Вечная пчела, бричмула, бричмула, бричмуле, бричмуле, бричмулою. Про тебя жужжит над ухом Вечная пчела, бричмула, бричмула, бричмуле, бричмулою. Мы залезли в долги и купили арбуз Заткли Ишака со звездой Волгу И вручили свою отпускную судьбу Ишаку за натаку Туркестана А на Крыском мосту вдруг замыла в груди Я сам бы разглядел сквозь туман и дожди Как Чинганские горы царят впереди И заводы сверкают чеканно С той поры я арбуз обживаю свою И улою в пути небольшую семью Будапешт и Калуга, Париж и Гемию Попали своею воркою На Камчатке Ишаку ходил Волню мои дети, арухая песню пою И Чинган освещает дорогу мою И безумно прекрасен собою Злодострастная трава Золотая речмула Ветчина притулилась Оскалою Оскалою Братья жужжит на духа Ветчина я пчела Причмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою Братья жужжит на духа Ветчина я пчела Ветчину, бричмула, бричму, бричмуле, бричмулою З quest camo Ветчину погоджем Звучит на духа Ветчину, бричмуля, бричмуля Аплодисменты А кто хочет узнать песен Не-нибудь при 들어�still С epistこちら Ветчину длину И히евну Дмитрий Авилова С замечательными экстренсами Алексея Макаревича Макаревича Потом достал я свою дембельскую гитару, ту самую, на которой мы все расписались у четвертого энергоблока. Пару раз что-то принято для форса, и мы нестройно запели наши дембельские песни. Машину пели в воскресенье, ну и причем лул, тюремную песню, куда же ты без нее. Когда слова знали все, никто никого не слушал. А когда кто-то слова забывал, он замолкал. Слушиваясь, ждал знакомых слов, подхватывал и вновь никого не слушал. Когда поезд сделал последнюю перед Москвой остановку, мы выскочили на низкий перрон поразмяться и покурить на свежем воздухе. В вагоне было жарко и душно, я давно уже снял китель, галстук, растернул ворот. Чтоб галстук не потерялся, я его оставил болтаться на груди пристегнутым зажимом к рубашке. Макс просто разделся по пояс и щеголял бледным могучим торсом. Впрочем, остальные тоже выглядели не менее живописно. Оставался последний перегон, последний рывок, так сказать. Всего лишь час пути, ну или чуть поболее того. Было по-весеннему свежо, небо было чистое, погода отличная, все шутились, щурились, дурачились. Педа зашла со стороны солнца. Никто я тут не ждал, когда шибко глазастый сапер, бросая окурок, вдруг задумчиво произнес. Гляньте, кажись, патруль к нам идет. Все тут же повернули голову в ту сторону, куда он смотрел. Летеха какой-то и кадеты. Не, не кадеты, это срочники. А, срочники это лучше. Ну, ко мне бегом, крикнул старший патруля, делая нам жест рукой. Ща документы спрашивать начнет. И в этот момент поезд тронулся. Мы быстро на ходу, бросая куртки, повскакивали в вагон. Ха-ха-ха, ща! Победоносно воскликнул Макс, обернувшись к патрулю и делая на прощание широкий жест. Не, не тот, когда воровато перед собой мельтешат средним пальцем, а именно широкий, всей рукой, от плеча. А, скачив в тамбур последним, он пустил подножку, сложил кулак в дулю и, высунувшись из вагона по пояс, потом еще долго вертел ею в воздух. Дурак ты, Макс, сказал я ему, когда мы вновь оказались в своем купе. Ну, он же позвонит сейчас со станции в московскую комендатуру, и нас уже будут там ждать. Да ладно! Че, да ладно? Поезд он знает, вагон знает, телефон на станции есть. Складывались молча. Но на вокзале никто нас не встречал. Дабы не искушать судьбу, в город выходить не стали. Не доходя до платформ, благополучно спустились по лестнице в вестибюль Арбатско-Покровской линии и сдержанно по-мужски распрощались. Вот и все. Больше нас ничего не связывало. До Ждановской я не поехал. Там всегда, сколько я помнил, паслось наше родное 94-е, и скучали кадеты с красными повязками на рукавах. Поэтому я вышел на Рязанке и, смешавшись с толпой, двинул дворами через Вострухино. Вот моя поликлиника. Пятиэтажки. Какое-то непонятное одноэтажное здание. Пятиэтажки. Цветущие яблони, детские сады, родная школа. Миновав школьный стадион, я снова выскочил к пятиэтажкам. Вот она, наша помойка. Вот он, мой дом, мой подъезд, пятый этаж, моя дверь. Ключ под ковриком, два оборота. Все. Все. Я дома. Радость. Радость. Ну, скажи, скажи. Скажи, что ты чувствовал. Радость. Нет. Опустошение. Как у всякого живого существа, у любого концерта происходят какие-то внезапные изменения. Песня, которой мы собирались его закончить. Мы спели где-то в середине Димы. Ну, не в начале, конечно. Потому что в начале Диму с нами не было. В середине Дима с нами уже было. Мы так обрадовались, да, что спели конец концерта. Теперь, Дима, мы споем тебе начало концерта, который мы не спели в начале. Потому что... Ну, какая тебе разница? Да, да. Во всем виноват Городецкий, действительно. А что, все, что ли? Все. У нас же трое же будет на сцене. Забивай. Забивай. Давай, потянем. Ну, может, кто-нибудь выйдет? Хотите? Ну, вам там придарок хорошо. Вдруг. А какую задачу? Гварди, наверное, старея себе. Все хорошо. Я думаю, что кроме Гвардии вы... Ага. ...споешь. А вот... Ходи-ка, так, гвардии. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, гвардии-то споем? Хорошо, гвардии-то споем. Ну, нормально. Да. О, стоповано. А? Да. Стоповано только сказать, что поешь. Ну, подрядчик, 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 да. Там... Там... Орик. Слушай, что-то слава. Скажи, что-то гитару тебе какая-то, смотришь? Я слава. А я пойду. А давайте наверху... Да. Стоять, ну что, наверху, на сцену. Вернись, пожалуйста, Таня. Вернись. Нет. На сцену. Таня. Таня, держи. Таня, держи, я за нами. М-м-м-м... М-м-м... Поются так, как поются, бьются, сладко леют. Гвардия не сдаётся, нервы её сдают. Хочется поскорее танец, как всегда. Им пелы гордо имеют, а трёх стоит вода. Гвардия не сдаётся, гвардия не должна. Умылётся, как сердце милялся, такого ж ещё рожна. Как мы ещё хотели, а что ж мы ещё могли? Только рвануть свой тень и ради своей слюны. И утреть красиво, а в полковую льверь. Раз победит мне сила, так дайте ж хотя бы сметь. Гвардия не сдаётся, гвардия не должна. Гвардия не сдаётся, бьётся, как сердце милялся, как овощ ещё рожна. Гвардия умирала, гвардия шла на дно. Гвардия не сдаётся, гвардия не сдаётся, как овощ ещё рожна. Бьётся, как сердце милялся, так, как она должна. Гвардия не сдаётся, гвардия не сдаётся, гвардия не сдаётся. А вообще я хотел сказать, что отдельное спасибо мы должны сказать женщине, которая попыталась сбежать с этой сцены. Потому что если бы не Таня Капучко, у нас не было бы столь срежиссированной программы концерта. Спасибо, Таня. Если бы не Ольга Макеева, не было бы этой книжки. Так что... Если бы не Творческая ассоциация 32 августа... Встретим 2 августа у вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ